Всем привет, ребят! С вами Zorg, и сегодня мы посмотрим на новое обновление 1.9. Ну, достаточно... не такое уж оно и новое, так как уже на момент обзора вышла версия вторая, Master Space 2.0, то есть... Но, к сожалению, её ещё не крякнули. Итак, начнём с меню. Как вы можете заметить, появилась вот такая вот планета. Это планета, на которой вы играете, насколько я понимаю. То есть, та самая планета ваша. Ладно, далее зайдём в Custom Games. Здесь, насколько я понимаю, здесь можно выбрать планеты, то есть, что будет предустановлено на именно вашей планете. Не знаю, было ли это раньше. Вроде бы нет. Здесь можно выбрать также планетарную систему, то есть, маленькая PvP. То есть, это две планеты, шесть планет и так далее. Это уже плюс к игре, это плюс к мультиплееру. Можно, например, соревноваться 2 на 2. Вот так вот, кто быстрее, не знаю, устроится на планете и так далее. И потом уже устроить битвы, якобы. Также вот здесь мы можем увидеть мультиплеерное меню. Здесь вроде бы ничего нового особо. Можем поменять всё это дело. Да, уже достаточно интересно. И, кстати, можно ещё загрузить игру, выбрать то или иной сейф. Но давайте продолжим. И, кстати, в Quick Start можно выбрать режим планеты. То ли она будет сферическая, то есть, круглая, то ли она будет полукругом, как обрезанный, знаете, обрезанный арбуз, можно сказать, вот так. То есть, по-старому. Выбираем Continuum. Я уже создал планету. Итак, мы наконец-то загрузились. Переходим непосредственно к геймплею, можно сказать. К сожалению, наступает ночь. Или нет? Вроде планета, наоборот, поднимается. Но да ладно. Начнём с того, что сейчас можно из коров, например, добывать молоко. Не знаю, по-моему, раньше этого не было. Не знаю, смысл. Но насколько вроде как написано на сайте, появилось что-то вроде экономики. Но раньше я тоже об этом говорил. Что можно теперь вроде как продавать, покупать. Но, не знаю, я этими средствами не пользовался. К сожалению, вы, может быть, знаете, что это, да и как это работает. Ну да ладно. Продолжим. Это, во-первых, во-первых, это новый интерфейс. Так, интерфейс. Где же ты? Б. Вот, это полностью изменённый новый интерфейс. Насколько я понимаю, новые текстурки. Ну, вроде как бы похоже на то. Или, может быть, я ошибаюсь. Но новые текстурки появились на таких вещах, как, например, фотосинтезатор. Теперь он выглядит вот так. Не то, что было раньше. Жаль, нельзя посмотреть, как он выглядит сверху. А, мы можем его создать. А, нет, мы не можем его создать. Ладно. Кое-какие вещи изменились. Но добавилось три новых вещи. Предмета. Это стул. Они созданы, ещё раз скажу, они созданы именно для корабля. Чтобы летать на корабле, теперь нужно не только создать его, но ещё создать ещё три вещи и впихать в него. Итак, что там, где у нас там стул стоял? Стул стоял, да. Нет, это не то. Вот. Вот он, стул. Создаётся из дерева, железа. Ну, это, по-моему, доски и чипа. Ну, это, то есть, дополнительные материалы. Без него, он создан, как бы, непосредственно для управления, конечно же. То есть, без него корабль не полетит. Далее. Это контрольная панель. Контрольная панель создана, насколько я помню, для вида от третьего лица. Вроде как бы так. И пространственный, что-то там, пространственный сенсор или что-то в этом роде, насколько я понял, он создан для ориентации. То есть, раньше показывалось нам место нахождения планеты определённой, то есть, и сколько до неё, сколько до неё, не знаю, метров или километров непосредственно. Сейчас для этого создан вот этот вот сенсор, датчик, так скажем, пространства. Ну, да ладно. Так, новая система экономики, насколько я понял. На сайте, по крайней мере, это написано. Новые модели. Система культуры. Культура создана, насколько я понял, для мультиплеера, что ли. То есть, культура... Так, что это у меня? Мышка не работает. Интересно. Культура создана для того, чтобы раньше можно было создавать. Ну, как бы не было важным создавать тот или иной дом. Ну, например, из дерева или из камня. Или из грязи, в конце концов. Или из травы. Сейчас система культуры, так называемая, она предусматривает что-то вроде очков, или что-то в этом роде. И как бы ориентирована на нас, чтобы мы создавали более красивые, использовали более дорогие материалы, так скажем. А ну-ка, с волка что-нибудь выпадет? Нет, с волка ничего не выпадет, к сожалению. Так, появились деревья на сферических планетах. То есть, на круглых планетах появились деревья. Ранее их не было. Так же, в техническом смысле, их что-то там подрегурировали, что-то там сделали. Да и вообще, игру в техническом смысле оптимизировали. Но, к сожалению, о загрузке я бы этого не сказал. И, кстати, теперь, падая на другие планеты, как вы можете вспомнить на прошлом видео, я упал на другую планету с корабля и вылетел за карту. Это про фиксери. Это очень хорошо. Так, далее. Ну, в общем-то, вроде бы, обо всем я сказал, что новое в этом обновлении происходило. Особо ничего нового больше не было. Ну, вот такое вот. Оно более техническое, можно сказать, обновление, так как многие баги профиксили. И, кстати, да, якобы сделали более умный NPC, но я бы не сказал. Поэтому попугаю, что он более умный. Я бы не сказал. Это однозначно. Вон он у нас. И, кстати, показывается, вы можете заметить, для облегчения, то есть, вот здесь вот красным прицел, здесь зеленым, так где вот волчары зеленым. И это очень неплохо, так как можно теперь наконец-таки ориентироваться, кто против, кто будет атаковать вас, а кто нет. И, кстати, вообще все NPC как будто стали бешеными какими-то. Больше коров, больше овец. Раньше была куча попугаев. Не знаю, может быть, они на другой стороне планеты находятся. Ну да ладно, об этом обновлении я все сказал. Не забываем подписываться, ставить пальцы вверх. Всем удачи. И, кстати, еще про группу ВКонтакте еще хотел бы сказать то, что вы можете обращаться в группу ВКонтакте, она будет в описании. Там люди, администраторы вам подскажут, что не так в игре, почему у вас не запускается она и так далее и тому подобное. Где можно скачать, где можно скачать кряк. Обязательно вступите в группу, если вам нравится эта игра. Всем удачи и всем пока!